Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня среда, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения в сегодняшний день отрывок из книги «Деяний святых апостолов». Мы продолжаем с вами чтение этой книги и продолжаем с вами чтение восьмой главы. Сегодня мы читаем с вами стихи с 18 по 25. Продолжаем чтение истории про Симона Волхва. Итак, вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся всем грехе твоем, и молись Богу. Может быть, отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи в узах неправды». Симон же сказал в ответ, «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто, исказанного вами». Они же, засвидетельствовав и проповедовав Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами продолжаем чтение книги Деяний Святых Апостолов. И вот мы видим историю крещения. Крещение в Самарии, где очень популярен был некий Симон Волхв. И он, видя чудеса и знамени, которые сотворил сначала диакон Филипп, а затем он увидел эти чудеса, и после того, как пришли Петр и Иоанн, апостолы, и через возложение рук передали ту власть церкви, которая была дана изначально апостолам, то есть это власть Духа Святого. Ведь мы крестим людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. И что это значит? Это значит, что мы крестим во имя. По-гречески это звучит эйстоонома. Чтобы мы понимали, в чем здесь суть слов во имя, мы должны понять, как понималось это выражение во времена апостольские. Это обиходное выражение, оно использовалось в торговле. И когда ты кому-то передавал деньги, либо сегодня мы переводим кому-то на счет какую-то сумму денег, мы переводим на имя. Используется то же самое эйстоонома. Таким образом, те средства, которые мы переводим, они становятся непосредственно человека, которому мы эти средства перевели. Соответственно, когда мы крестим во имя, человек становится непринадлежащим себе, но переходит во владение. Вопрос только владения кого? Владения не самого себя, но владения Бога. И мы крестим во имя Иисуса Христа. Почему? Потому что Он сам стал человеком. И, восприняв человеческую плоть, Он вознес эту плоть, воскресил ее, совоскресил ее, и вознес ее на небеса. И теперь плоть человеческая, преображенная, воскрешенная, но человеческая, восседает одесную Бога на престоле Божьем. И мы крестимся во имя Иисуса Христа, как сказано в послании Галатам, апостола Павла, во имя Отца и Сына и Святого Духа, но через Иисуса Христа. Облекаемся мы во Христа, и через это получаем доступ к Отцу и Сыну. И принадлежим теперь Богу. Не себе, но Богу. Принадлежим не только Богу, но и Его Церкви. Мы часть Церкви, часть единого целого, единого тела Христова. Мы христиане. Христиане — это не просто самоназвание. Это именно глубокая связь всех членов общины друг с другом. И вот это самое, то, что человек не принадлежит теперь самому себе. Не понял Симон Волхов. Симон увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой. Как он это понял и увидел, мы не знаем. Очевидно, в Первом веке, в ранней Церкви, было явственно видно передача Духа Святого. Не какими-то внешними мистическими знаками в виде света или огня какого-то, а именно через плоды Духа, которые тут же проявляли себя. Быть может, это было говорение на языках, пророчество, развлечение от Духов или дар исцеления. Мы не знаем и не будем здесь гадать. Но мы видим, что Симон Волхов увидел это. И что он сделал? Вместо того, чтобы принять дар Святого Духа, он захотел купить его за деньги. Он захотел завладеть этим даром, а не отдать себя этому дару. Он не захотел принять этот дар. Он не захотел открытой любви Божией. Он захотел эгоистично использовать плоды Духа, но не сораствориться в этом Духе, конечно же, не теряя своего лица, не теряя своей личности, пребывать в Духе Святом. Он хотел его починить себе и купить его за деньги. И мы видим, что апостол Петр говорит ему, серебро твое да будет в погибель с тобою. Он говорит, серебро твое пускай погибнет вместе с тобой, если переводить более буквально. Потому что ты помыслил, дар Божий получить за деньги. Дар нельзя купить, иначе это будет уже не дар. И Бога нельзя купить. Никаким образом. Не денежными средствами, не нашими добрыми делами. Потому что мы не можем быть руководителями Бога, мы не можем Ему навязывать свою волю. Но мы должны исполнять ту волю, которую Он нам предлагает. Возлюбить ближнего, как самого себя, возлюбить Господа всем сердцем твоим, всем разумением, всем естеством твоим. Вот две заповеди, на которых зажидится весь закон и пророки, как сказал Господь наш Иисус Христос. Вот воля Божия, и только исполняя ее, мы можем войти в присутствие Божие, войти в Его покой. Симон Волхов этого не понял. И порой мы, бывает, заблуждаемся и думаем, что какими-то своими жертвами, своими заслугами мы можем заслужить дар Божий. Дар, Он и есть дар. Мы должны научиться Его принимать как дар и понимать, что мы не можем Его заслужить. И от этого этот дар станет еще ценнее для нас. Ведь Бог умер за нас еще до того, как мы имели вообще какую-либо возможность что-либо у Него заслужить. Он умер за нас и воскрес во имя нас, чтобы нас спасти. Ради того, чтобы мы могли воспринять Его любовь. И могли проецировать эту любовь друг на друга. Чтобы мы могли идти к нуждающимся людям и помогать им. Увидеть боль и скорбь вокруг себя. И чтобы мы это могли сделать, Господь показал нам пример любви. Этот пример любви – это Его Голговский крест. И, конечно же, Его воскресение. Симон Волхов этого не понимает, но и порой мы сегодня не понимаем и уподобляемся Симону Волхву. Из этого греха Симона Волхва, из этого поступка родился целый грех Симонии. Это попытка купить себе, купить себе рукоположение во священнике, например. И церковь всегда очень жестко осуждала этот грех. И во всех языках, во многих языках народа это закрепилось, наименование этого греха Симонии. Даже мы можем прочитать об этом у Данте, в его божественной комедии. Симонии, тем, кто занимался Симонией, им определен у Данте третий круг ада. Поэтому, кому интересно, могут освежить в памяти или заново, или, может быть, первый раз прочитать это произведение и увидеть этот грех там. Поэтому это всегда существовало, к сожалению, но это страшный грех. Поэтому мы видим, что апостол Петр говорит, покайся всем грехе твоим и молись Богу. Но Симон не может молиться. Он настолько испуган и понимает, что он сделал что-то не то, но он не понял самого главного. И у него нет сил молиться. Он только просит апостолов, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигло меня ничто исказанного вами. Не будем, дорогие братья, и мы уподобляться Симону Волхву. Будем стараться молиться, пребывать в молитве и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу. Когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Спасителе и до новых встреч. Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взяться в великолепие Твое превыше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин